Итоги прошедшей недели подведены в Люберецкой администрации. О них доложили руководители управлений, ведомств и ресурсоснабжающих компаний округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и здоровья населения стали основными темами совещания. Почти две тысячи раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. Поводом для возбуждения уголовных дел послужили 30 заявлений. По горячим следам стражи правопорядка раскрыли 25. Резонанс это было одно преступление на Ухтомском отделе полиции, где произошла драка между строителями, которые копали подвал. То есть там один получил ножевое ранение, другой от ножевого ранения не скончался. Люди задержаны, арестованы. Начальник межмуниципального ведомства вновь призвал пенсионеров быть внимательнее и не верить посторонним людям. На территории округа участились случаи мошенничеств с жителями пожилого возраста. Руководитель Люберецкого гарнизона пожарной охраны доложил о состоянии дел у огнеборцев. 65 выездов по сигналу тревоги участвовали в ликвидации 10 пожаров, 5 из которых произошли на территории городского округа Люберцы. Один пожар произошел на объекте торговли, один в строительной бытовке, один в частном гараже, один в пристройке к частному жилому дому и один в доме на 7 семей, в двухэтажном доме на 7 квартир. Возгорания обошлись без жертв в сфере ЖКХ. Неделя выдалась спокойной. В 2020 году в округе отремонтируют 470 подъездов. Только в марте запланировано сделать 72 входные группы. На данный момент в работе находятся 49 подъездов. Из них управляющая компания ЛГЖТ 36 подъездов. Управляющая компания содействует 13 подъездов. Выполнен ремонт в 34 подъездах. Из них управляющая компания ЛГЖТ 25 подъездов и управляющая компания содействует 9 подъездов. Но не только эстетика сейчас важна. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, входные группы округа ежедневно обрабатываются обеззараживающим составом. В таком же режиме обрабатывают детские игровые площадки. О безопасности жителей позаботились и в Люберецких парках. Мы с максимальным вниманием относимся к вопросу дезинфекции общественных помещений, особенно зон детского развлечения, в парках культуры отдыха городского округа. На ежедневной основе проводится обработка всех зон общего пользования в целях профилактики и недопущения распространения инфекции. В завершении заседания глава округа объявил о необходимых мерах профилактики вирусных заболеваний. Теперь руководители ведомств будут отчитываться перед населением удаленно через средства массовой информации и соцсети. Кроме того, Владимир Ужицкий призвал люберецких работодателей по возможности отправить подчиненных на домашний режим работы.